Особо рьяные фанаты кинематографа создали особый вид туризма. Они отправляются туда, где снимали их любимые картины. Воссоздают знаменитые сцены, надевают соответствующие костюмы и делают интересные фотосравнения. Сегодня я расскажу о пяти знаменитых местах мира, которые вы наверняка могли видеть на экране. Игра престолов. Снималась в нескольких странах и даже на нескольких континентах. Тут и Мальта, и Новая Зеландия, и Испания, и Ирландия, и Исландия. Но по-настоящему культовый сериал от Эйбио прославил Хорватию. В 2010 году здесь было 8 миллионов туристов, а в 2013 уже 184 миллиона. Сериал-то вышел в 2011. Власти даже выкупили у съемочной студии оригинал Железного трона Вестероса и хранят его в монастыре на острове Локрум. Старый город Дубровника – это столица Вестероса. Королевская гавань и Красный замок. Город работорговцев – Меорин, где наращивало могущество Дейенерис Таргариен. Крепость Клис, основанная еще в IX веке. Речные земли. По ним путешествовали Пес и Ария. Здесь же стоял родовой замок Кейтлин Телли Старк. Все это долины вдоль реки Кырка. А славный вольный город Бравос рисовали шебеника. Правда, в самом городе съемки все же не шли. Мир, который нам нужен – мир милосердия. Так должно быть. И так будет. Нам непросто увидеть то, чего раньше не существовало. Добрый мир. Откуда ты знаешь, что он будет добрым? Я знаю, что есть добро. Властелин колец и Хоббит. Питер Джексон навсегда прославил удивительную и ни на что не похожую Новую Зеландию. Подозреваем, что до выхода легендарных фильмов мало кто вообще знал о существовании этой страны. Земли Мата-Мата быстро стали Хоббитоном. Сейчас на месте съемок, где не стали ничего разрушать и демонтировать, работает одноименный тематический парк. Можно зайти в домик на Ру. Их оставили аж 37. Посидеть на ярмарочной площади. По сути, это территория частной фермы Александр Фарм. Так что вход платный. Около трех с половиной тысяч рублей. Кстати говоря, в заливе Лоял, та же Новая Зеландия, Питер Джексон снимал и своего Кинг-Конга. Приглянулись ему эти земли. А как иначе? Национальный парк Тангариро и вулкан Маунт Руапеху, горы Нгороха, подошли для декорации Мордора. Только при компьютерной обработке добавили там огня и углей. В реальности место все же позеленее. Южный остров и Южные Альпы превратились на экране в туманные горы. Оптом, как говорится, дешевле. Не думал, что умру, сражаясь бок о бок с Эльфом. А как насчет бок о бок с другом? На это я согласен. Аватар. Как ни удивительно, но фантастические пейзажи картины реально. Это Китай. Провинция Хунань. Район Улиньюань. Национальный ресопарк Джанцзядзе. Фух, вы говорили. Это тонущие в тумане каменные горы-столбы. После оглушительного успеха фильма их даже переименовали. Были Цянь Кунь Джу, стали Аллилуйя Аватар. Тропический лес у подножия столбов. Водопады. Огромные переходящие друг в друга пещеры. Действительно, когда гуляешь здесь, создается полная иллюзия, что ты не на нашей бренной земле. Звездные войны. Эпизод 1. 1999 год. И эпизод 2. 2002 год. Юность маленького Энакина Скайуокера, будущего короля хрипоты Дарта Вейдера, снималась, оказывается, в Тунисе. Кстати говоря, деревня даже называется почти так же. Татауин. Это древнее поселение берберов. Живя в невероятно жарком и сухом климате, они вырубали себе дома прямо в камне. И стройматериалы подвозить не надо. Да и откуда в пустыне лес. А от песчаника прохладно в самую жарищу. В городе Мэденин стоял дом самого Энакина и его мамы. В Матмате жил Люк Скайуокер. Берберские дома пещеры вообще популярны у киношников. Здесь снимали сцены из «Гладиатора» и «Английского пациента» и эпизода Индианы Джонса. Не позволено привязываться. Нельзя ничем владеть. Но сочувствие, которое является квинтэссенцией любви, это самое важное в жизни джедая. От Эйд де Плаза, Нью-Йорк, США. А это легендарное здание мы упомянем именно так. Отдельно. Потому что подсчитать количество фильмов, в которых оно появлялось, которые в нем снимали, невероятно трудно. Начнем с «Золотого века Голливуда». Фильм «На север, через северо-запад» 1959 года. Творение Альфреда Хичкока с Кэрри Грантом. Это, по сути, ввело фильм в историю. До этого фильмы практически целиком снимали в павильонах. Это одна из первых лент, существенная часть которой снималась на натуре. Легендарный «Один дома-два», затерянный в Нью-Йорке. Именно в этом шикарном отеле Кевин МакКаллистер живет один, прилетев в Нью-Йорк. Именно в этом холле он встречает Дональда Трампа, еще не ставшего одиозным политиком. Именно здесь он дает жвачку на чай. Эх, детство. Де Плаза в реальной жизни – одно из самых желанных, популярных и заветных мест для проведения свадеб. Свадьба в Плазе – доказательство того, что жизнь у молодоженов уже удалась. Например, отель и его фирменный ресторан «The Palm Court» появляются в очаровательной комедии «Война невест» 2009 года с Энн Хэттауэй. Сериал «Друзья» и «Секс в большом городе». Завтрак у Тиффани – тот самый легендарный 1961 года. Смешная девчонка. Запах – женщины, не спящие в Сиэтле. Список можно вести очень долго. В Плазе снимали аж две версии великого Гэтсби – 1974 и 2013 года. Он проделал длинный путь. Так близко подошел к своей мечте, что она уже не могла ускользнуть от него. Но он не знал, что она уже осталась позади. Гэтсби верил в зеленый огонек. В честь писателя, который часто останавливался здесь с супругой и вдохновился там на известный сюжет, в отеле даже выделили один из люксовых номеров и назвали его «The Fitzgerald Suite». Его декорировала Кэтрин Мартин, жена режиссера последнего Гэтсби – База Лурмана. От него придут в восторг любители ревущих двухтысячных, которые смогут в волю налюбоваться фотографиями писателей и актеров фильма на стенах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! �� campo Cubерель, гиризину и пробелится семью, потому что по mundo это instantly Montypen может конку chef интересен familiar uncheckiram.